Челябинск Одно из самых хмурых мест Челябинска – это заброшенный зерновой элеватор Государственного банка. Готическое здание притягивает уникальной архитектурой и царящей вокруг зловещей атмосферой. Челябинцы и гости столицы часто выбирают локацию для мрачных фотосессий. В целом тут сама опсовка такая, разруха, гаражи, даже сложно поверить, что это центр города. Буквально в 50 метрах от нас находится парк Пушкина. И в то же время, буквально пройдя от парка Пушкина, или от площади революции, чуть-чуть 100 метров, и мы оказываемся вот здесь. То есть ни дорог нет, ни зданий, везде какие-то разрисовки и полуразрушенное здание. Мрачную атмосферу Челябинска, которую подмечают туристы, Сергей Каляскин объясняет самой историей развития города и его статусом промышленного центра Урала. Однако даже в жутких пейзажах фотограф видит особую эстетику. Говорит, при правильной подаче такие места можно сделать изюминкой областного центра. Помимо того, что есть ужасные, какие-то жуткие места, про которые так любят у нас говорить, у нас есть в Челябинске и приятные места. Любимое место фотографа – пешеходный участок улицы Кирова. Старинные купеческие дома, уютные кафе и скульптуры раскрывают Челябинск с позитивной стороны. Сами горожане тоже находят в родном мегаполисе массу положительных моментов. Все серое, заводы и все остальное прочее. Это все равно краски свои дает. С каждым годом что-то новое появляется, что-то строится, какие-то новые здания, новые места открываются для людей. И он постепенно как-то из мрачноты переходит в более привлекательный город. Кировка нравится, и Алая Поля нравится. Вообще я на ЧМЗ живу, мне там вообще все нравится. Наталья Шмухаметова, Владислав Шашмаренков, Урал-1.